Сыры с благородной плесенью, молочная продукция, фарфор, текстильные изделия. Поле ресторанно-гостиничного комплекса «Эдем» членов Союза Восточной торгово-промышленной палаты Московской области встречала выставка уникальной продукции. Все это производится предпринимателями Восточного Подмосковья. Мы привезли всеми любимую колбасу. Наша фирменная колбаса очень пользуется большим спросом. И мы подготовили к Новому году подарочные наборы, в котором собраны все наши вкусности. Наш фарфор – это изделие индивидуальное, рассчитанное на каждого покупателя, на его вкусы, которым близки тема природы и охоты. Мы считаем, что в России мы почти единственные, кто так глубоко занимается этой тематикой. За пять лет работы торгово-промышленная палата оказала помощь и помогла с оформлением областных и федеральных мер поддержки сотням субъектов малого, среднего и крупного бизнеса Орехово-Зуевского и Павлова-Пасадского округов. Палата занимается консультированием по всем мерам поддержки. Наверное, основной итог, и для нас это очень важно, чтобы мы могли достучаться до большего количества бизнеса, чтобы они знали о мерах поддержки, участвовали в них, получали их и благодаря этому развивались. Вот по Орехово-Зуевскому городскому округу за 22-й год 155 субъектов бизнеса получили поддержку. Это очень важно. В рамках форума прошла встреча Совета торгово-промышленной палаты с руководителями предприятий двух округов. Палата была создана как связующее звено между бизнесом и властью. Каждая законодательная инициатива должна быть полезной и не мешать развитию предпринимательства. Поэтому в первую очередь законопроекты проходят обсуждение в Союзе торгово-промышленной палаты. На второй отчетно-выборной конференции палаты был избран новый Совет Союза в составе 19 человек. И президент. На предстоящие пять лет им вновь стала Маргарита Смирнова. Встреча продолжилась в неформальной обстановке, где также обсуждались вопросы развития внутренней кооперации между предприятиями. Глава округа Руслан Загловацкий обратился с благодарностью к предпринимателям, которые в непростые времена не только продолжают развивать свое дело, но и с самого начала спецоперации оказывают помощь нашим военнослужащим. Руководители предприятия отмечены почетными грамотами администрации округа. Продолжение следует... Продолжение следует...